Регулярная проверка соблюдения ношения масок в общественном транспорте, магазинах и других местах большого скопления людей. Теперь специальная комиссия выходит с рейдом на улицы Канска значительно чаще. Как рассказывают специалисты, поводом для этого стал не только рост зараженных коронавирусом среди жителей города, но также и несоблюдение большей части из них указа губернатора. Некоторые люди просто не видят смысла в ношении масок. Немножко заблуждается народ, в каком плане, что маска прежде всего защищает нас самих. Защищает от того, что тот вирус, который может попасть не только коронавирус, но и острыми простудными заболеваниями, которые сейчас фиксируются в городе, он может попасть к нам на наши слизистые. Теперь контроль по соблюдению мер профилактики коронавируса будет осуществляться несколько раз в неделю. Также специалисты Роспотребнадзора отметили, что они являются федеральной службой, которая выступает в качестве эксперта в подобных мероприятиях. Введенные же ограничения относятся к региональному законодательству, поэтому наказания за нарушения устанавливаются местными органами власти. Например, с сегодняшнего дня городская администрация приняла решение выводить с маршрута общественный транспорт, где не соблюдается масочный режим. О его необходимости, а также как действовать при недомогании, напоминают и сами медики. Если вдруг заподозрили симптомы коронавируса у себя, то необходимо прежде всего самоизолироваться и терпеливо дожидаться решения медицинского персонала. Это простые правила. Опять же, еще раз хотелось бы обратить внимание на масочный режим, потому что как только у нас послабление прошло, мы сразу имеем прирост заболеваемости, чтобы жители помнили об этом и носили маски. Сегодня Красноярский край преодолел порог с 22 тысячи лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Проведено более миллиона тестов на коронавирус. До какого числа продлится третий этап послаблений, пока что остается неизвестным. Денис Шабуров, Вячеслав Морозов, Александр Минеев, телекомпания КАНС, 5 канал.